Всем привет, сегодня мы вышли на коп с ребятами с которыми постоянно выходим копаем, правда есть у нас новый участник с которым недавно познакомился я его буду называть камрад алексей лёха костян отец алексей вот я прошлым видео выложил и рекламную его канала и в общем товарищ очень хорошо копает нас он позвал вот именно в это место это место очень старая здесь поднимали монеты кольцевики деньга в общем елизавета екатерина короче все 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 и приехали мы сюда но трава уже к сожалению поднялась планах у нас сегодня обследовать вот это все место по мере возможности приехали мы с утра время у нас около 7 часов так что роса на траве роса ноги мокнут я уже сменил одни ботиночки между прочим они здесь ночевали мы здесь переночевали в этой ложбиночке вчера вечером приехали мы были в месте ну там сильно вперлись я саша дам материалу по видео залезли в поле ну в итоге вытаскивание автомобилей у нас заняло часа четыре наверно плюнули поехали в проверенное место про клад расскажи контроль здесь подымали прошлый раз все учебы здесь находили клад клад здесь не поднимали здесь подняли рассыпуху кольцевых пятаков и где-то вот в этом районе растащенная не знаю может быть был клад может быть просто рассыпанный потому что по легенде здесь была когда-то остановочная станция здесь недалеко железная дорога и возможно железную дорогу зря сказал ориентир для многих здесь очень практически через все села она проходит поэтому в принципе место не секрет уехали мы далеко между прочим если кто-то уехали далеко вы его не найдете ваш впервые вообще уехал так далеко на самом деле я удивлен даже в общем было много деньги там порядка 50 монет вся она была поднята разными людьми то есть сразу не нашли их не поняли ядро где находится в общем место богатым находки но уже были мы здесь копали поэтому обещать находок не можем но постараемся стараемся что-то нарыть все смотрим обходя окрестности машины клещей здесь море решили к сделать решили сделать эксперименты мы теряют в отравил уже провисовали происходя на них лишь перевернулся недоятно может он так же и шевелится он сразу сдохнет и захотел они что дохнут от этого но их парализует я так понимаю отгоняет их блядь запах но он там еще богомол там какой-то смотри как он на задние лапки до места клещевая не ловил я в этом году на себе клеща чтобы он у меня и являлся так что сегодня сегодня надо будет смотреть и так ребята подошел я к лёхе вот смотрите что он тут поднял но нет нет это не золото не золото но конечно очень плохо у человека до сердечко сердечко уже начала играть ну это легкий легкий сплав но это не ружье сохран очень хороший возможно что здесь еще бьет очень хорошего ковырни может быть остатки похоже на золото нет ли нет руками пощупы руками грубовато так все сделано но мало ли старину то особые ювелиры хотя были ювелир хороший сильный не он это в любом случае у нас организовал ладно продолжаем итак ребята пацаны мои копают вон там он не знаю зачем они поперлись сразу в кусты это меня сразу потянуло вот сюда вот на поле мимо проезжал видел что на поле у нас имеется очень много мусора я имею ввиду керамика кирпич ну и достаточно много железа я прошелся вот так вот вокруг кустов вот железо от звон есть конечно ну как без этого ну и все же видел здесь травка поменьше то есть здесь как бы готовят для распашки срезали траву немножко разбрана разбрановали вот ну все же я решился прогуляться просто обследовать место посмотреть где домовые ямы где побольше мусора горшки и все остальное в общем в этой области наверное был областной центр и этого именно селение которое раньше здесь было к сожалению я сказать вам не могу ну и находку у меня первое выпало так вот монитосик монетку нас советская советская судя по всему это две копеечки 24 сначала думал царик но нет не знаю что за монета очень большой на ней на рост а хотя проглядывается одни орочка значит это копейка не двушка копеечка год к сожалению сказать не могу 25 это или 24 ну домовой сохран сегодня красотища раз и очень много ребята ходят уже по колено сырые но я решил пока раса пусть высохнет похожу по полю ну пока вот такой результат ну все продолжаем и так ребята меня позвал костян стой вот он сказал покажи старые ямки вот они старые ямки прямо раз два три 4 5 и у костяну здесь сигнал был говорить давай подходи снимай потому что что процентный вышел стопроцентный монитос ну я позвонил да вроде как воды 80 у меня у меня за 90 даже прыгает сейчас мы упростим не будем упростим вот на вот на монета вот у нас монета сразу видно что старая это лиза до коник проглядывается и ранее это у нас елизавета елизавета 1760 года вроде хорошая хорошая находка приятно то что это лиза так коник даже неплохо проглядывается ночью зачетные монеты мои поздравления первые на сегодня классная находка чё костян пока чемпион я на втором месте у меня одна копеечка 24 у него лиза ладно продолжаем итак ходим бродим вон у нас лёха он у нас монитос поднял привет и у меня вот сигнальчик такое травище блин кое-как я его зацепил ну вот такой выпал у меня крестик крестик погнутый но это дело поправимое его легко будет поправить слегка немного но это ничего страшного так я по находкам лидирую у люхи 1 у костяна 1 и вот у меня уже 2 я пока лидер юрец пока там что-то отстает ни хрена у него ничего нет у нас вот выпал крестик ладно говорят вот в этом месте подняли 12 кольцевиков 12 кольцевиков и пацаны и опытом каждый кольцевик по тридцатке сдали так что место здесь очень сильно выбито вот но все равно костян сейчас на выбитом месте как вы видели поднял елизавета 1760 года ну по моему полушка судя по размеру или копеечка ладно смотрим интересно я думаю сегодня что им стопудово выпадет потому что деревня очень старая как вы видите 1760 год уже точно она здесь существовала вот надеюсь что-нибудь постарее еще чем найдем ну а так продолжаем и так ходим бродим вот по такой травки травка у нас примерно уже 20 20 может 25 сантиметров вот выпал меня сигнальчик большая монета большая монета судя по всему сохрану это царская монета вот такая вот монета сейчас мы с вами будем чистить так что за монета не пойми большой нарос судя по всему по размеру наверное две копейки петровский ой павловский павел 1 наверное более ну да какой-то силуэт проглядывается блин грех не плюнуть извините конечно это безобразие вам показывать не буду за кадром останется но блин все равно не поймите что за монета интересно конечно монета сейчас я почищу вам покажу и тогда это у нас две копеечки я как говорится подтвердил свое подозрение это павел 1 павел 1 2 копейки 1792 года но на рост есть но как я почистил немножко почистить вроде монета будет более-менее неплохая пойдет вы знаете для такой большой монеты вот из такой вот маленькой ямки наверное штык лопаты я ее зацепил с трудом я даже не знаю почему может из-за того что на ней было много потому что я сначала не мог определить очень толстый был слой на ней твердые земли может из-за этого а так звенит очень хорошо но это поверхность ладно как говорится об уже удачно тем что поднял большую монету хорошо я являюсь до сих пор чемпионом по находкам так что поживем мы видим дальше пока макро рейсер рулит фишер 75 что один что 2 пока отстают ну ладно продолжаем третий прибор от и про вот тоже отстаётся находками у него не густо а так продолжаем смотрим я думаю интересно еще что-то будет у нас выскочить и так прошелся наверное вон она у меня затоптана ямка он так вот немножко почему-то меня сюда потянуло вот и смотрите шел и оттуда он резко повернул прошел наверное шагов 6 был сигнал неплохой в принципе как неплохой все равно я не знаю тяжеловато она досталась сигнальчик был но можно было не копать но но выпал такой от монитос сейчас мы с вами посмотрим что из монеты о по деньга петровская ребята болен первый раз я поднял монету монету петровскую петровская монета вот такая вот чешуя у меня была но вот этот деньга петровская блин стоп 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 наверное зря я радовался да радовался зря дизы информация диза диза не петровская у меня 46 но конечно орел какой-то странный да ладно он костян тоже он неподалеку от меня тоже говорит одновременно вместе поднял тоже деньгу ладно интересно становится так ходим вроде мы возле вот этих же кустов вокруг которого я поднял последние находки костян все там же у меня сигнальчик сигнальчик был невнятный и вот этого поднял вот такой вот крест очередной крест мужской в бодром состоянии между прочим хороший крест забираем забираем в коллекцию снова не оставлять же его здесь вот появился такой замечательный крест на оборотной стороне у нас молитва честному кресту ладно продолжаем итак костян зовет сигнал выкопать говорит что 99 процентов монеты глубоко больше штыка мы посмотрим как наш опытный брат комрад самый профессионал среди нас покажет и расскажет или все таки он нам липу сейчас подсунет выкопал он прям как профессионал смотрите какой пулечек проверяем чистый сигнал чистый абсолютно чистый выкопал 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 так ну а здесь и вступаю в дело я да а я видел видел монета где-то вот она зараза вот и я полушку по моему поднял ай зараза вот зараза монеты я имею не костяна монет 1769 год елизавета и опять коник на коне блять извиняюсь конечно у меня семья сегодня нету нифига нет это не полушка это наверное копейка наверное все таки копейка как же я ее не поднял но в принципе он глубок глубоком принципе выкопал наверное полтора штыка лопат это точно вот здесь вот он вон видите темное пятно там он три деньги поднял вот и вот в этом месте он поднял коника всадника елизавета ну ладно чё не попускал вперед дальше самому надо копать ладно смотрим так долго не буду тянуть болтовней монета обыденная николаевская по размеру копеечка сохранщик убитый немножко деформирована но это николаешка одна копеечка а нет не алик не николая по моему это еще восемьсот девяносто восьмого года монета убита но все равно забираем ее с собой и оставлять же ее здесь костян вон там он еще поднял деньгу причем у него деньга такая у меня тонко у него две деньги и такие толстые считай в два раза толще что-то вон там юрец прилег даже не видно его за этим за этим холмом ладно смотрим дальше что у нас выпадет и так у нас пацаны зашурфились вдвоем два друга костяный юрец мы вот с лёхой здесь вот лёха вообще тщательно выбивает здесь место копает каждый сигнал но у него результат он поднял еще одну монету деньга 1750 года и рядом с ним проходя думаю дай посмотрел что он поднял у меня тоже сигнальчик был так вот она вот на монета так это у нас это у нас полушка полушечка затертая до неузнаваемости 1700 какой-то год ну все равно монета монета будем забирать конечно ее но монета затертая орел вроде неплохой небольшой дефект монеты то что орел смещен ну а так ничего может перечекан блин скорее всего даже перечекан но это после того как ее сполоснем и определимся что за монета надо продолжаем так у меня очередной сигнал ямку я уже начал присыпать сигнал продолжал то терялся не пойми как вот и при помощи пина пина решил все-таки проверить яму и выпал у меня вот такой судя по размеру наверное женский перстенек очень старый перстенек такой мне даже как-то страшно его как-то что-то чистить ну вот такой вот перстенек у нас женский зачетный целый если начать его чистить как-то мне кажется он развалится от старости ну а так зачет пацаны там вон шурфят пока безрезультатно надеюсь у них что-то там и получится входим мы около восковольтных линий прибор немножко шалит приходится чуйку немного убавлять вот у лёхи там чудный сигнал фишер показывал вижу отсюда даже 95 ну вот такой у нас перстенек появился на свет не знаю рисунок есть нет на перстне ну забираем очень старый очень старый заберем продолжаем и так шел я и шел и думал что сегодня у меня одни царики и буквально пока я эту мысль в голове прокрутил появился сигнал и выпал вот такой монитос монитос у нас советский 3 копеечки 1937 года жалко что не 27 ребята сохран чик бодрый вот такая монетка 3 копейки 37 года ладно забираем в коллекцию итак итак прохожу я мимо таких вот дебрей черт ногу здесь сломает здесь вот проходит вот такая вот речушка я про нее вам сегодня уже говорил что раньше она возможно была шире а летом пересыхает в этой речке между прочим есть рыба и рыба неплохая на той стороне у нас распахано чистое поле вот не знаю на той стороне у нас было что-нибудь дымовые ямы или что-то в этом роде не знаю было поселение там нет информации такой нет да и вообще про эту деревню я услышал только сегодня когда уже непосредственно на копы выехали на картах ее нету вот от местных жителей узнали что здесь в старину была даже железнодорожная станция пути новые есть но до этого пути были старые смещенные вот хожу я вот по такой фигне здесь я даже не знаю как это называется но лопату хрен воткнешь из-за какого-то я не знаю куста такого блин который вяжет лопату невозможно бы здесь вот копать вот проходя мимо дымовой ямы увидев вот такую железяку первым делом я сразу подумал что это очень сильно похож на на старый ford который первые пошли автомобили то есть перед он как шел как бочка вот такая вот здесь вот сверху горловина вот сзади вот арки даже по левую по правую сторону остались подкрылки от колеса здесь вот радиатор ну что-то в этом роде первая ассоциация у меня возникла что это такое вся конструкция клёпаная у нас клёпочки здесь имеется вот ну правда нет но вот первое впечатление об этой конструкции у меня возникло такое что это первый древний ford хотя не знаю не знаю врать ничего не буду хотя кто знает раз в этой деревне эта деревня очень старая еще при елизавете она была монеты сегодня под ним поднимали елизаветовские вот имелась здесь даже железнодорожная станция чем черт не шутит может быть это и есть наш древний ford ну ладно у кого есть какие мысли что это такое примерно сама машинка примерно в длину ну 2 метра не более вот такая вот вещь ну ладно это я так для пополнения видео что вижу что и вам показываю вот такие вот у нас тут чудеса ходим мы вот видите высоковольтные провода стоят блин под ними ходить очень тяжеловато тем что чулку на полную ставишь и фантомы прибор ловит очень сильные приходится убавлять ну естественно если убавляю что и глубина уменьшается вот находок из-за этого не особо много а так сегодняшний день просто такой от души радостный тем что компания попалась душевная сейчас пообедали очень плотненько вкусненько вот я думаю мы еще и поужинаем немного покопаем и когда уже солнышко будет садиться солнышко у нас еще довольно таки высоко отправимся домой вот я впервые сегодня так далеко выехал вот ну ничего ничего нормально сегодня у нас праздник 9 мая вот так что настроение такое праздничное замечательное единственное что нас всех напугали это клещи очень большое количество здесь клещей просто куда ни глянь абсолютно на ровном месте увидишь клеща очень много ну пока все обходится благополучно без укусов и в дальнейшем будет видно ну ладно продолжаем ходить блуждать интересно будет вы об этом увидите итак подошел я Костяну посмотреть что у меня тут происходит с шуфом находки не особо но есть кое-что в конце к я покажу вам как он откопал все кашечки здесь интереснее накопал вот такие вот все разбиты к сожалению интересные всякого рода здесь есть есть такая вот даже с надписью здесь так походу даже силуэт был портрет наверное какой-то ну расколом и надпись анны тихоновой в москве присутствует буквы ядь в начале вот москва и в конце это у нас означает что данный сосуд и данная фундамент у нас происхождение до николая судя потому что здесь монеты даже масоны попадались вот такая вот вещица дальше у нас керамика с эмблемами Кузнецова то есть это тоже при Николае последним было такие вот вещицы ну все равно фундамент немножко какой-то слабенький тем что находок не особо густо но бывает всплывет какой-нибудь интересный эпизод а так так рядом у нас речка протекает раньше она была наверно пошире судя по тому как расположены две деревья деревья и склон обрыв пошире было хоть сейчас и разлив летом она вообще практически пересыхает ладно что-то я подустал находок у меня особо нету пришел посмотреть как работают другие как говорится человек любит смотреть на три вещи вечно как горит огонь течет вода и как работает костя хорошо работает как как гастарбайтер черный копатель как трактор гастарбайтерский ему не надо перекуры да эту клопату и находки чтобы естественно были чтобы был азарт ладно посидим понаблюдаем вечно как работает может потом надумаю тоже пойти походить копать что-нибудь у костяна возможно находка сейчас найдет что-то интересное а он что-то наверно найдет что-то нет на ржавшую походу я ее выронил прибор убери здесь вот тут еще вот не они не наверху было да еще раз прибором потрогаю вот он капсул такая вот шняга прибор нашел а мы спинам кое-как и так буду сегодня заканчивать сегодняшний коп на приятной ноте не знаю как кому но мне приятно смотреть находки которые были подняты сегодня сегодня у нас были подняты вот такая деньга очень хорошим таком состоянии 1949 года анна ивановна орел орел немножко в платине так зато так следующая 1741 тоже деньга таком более-менее состоянии пятачок пятачок а до трешечка трешечка 1900 не вижу какого года 11 года говорит кости почему одиннадцатого по моему 16 1916 последний шестерку а да 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 затем елизавета 1760 год ну сохранить к более-менее так пойдет но вот это прям огонь прям огонь это у нас деньга анна ивановна 1769 года а нет это елизавета елизавета 2 вот вообще замечательная такая монета классным бодренькая затем советики у него копеечка 26 двушечка 26 серебро белончика 1930 года двадцатка вроде неплохом состоянии так копеечка 1911 года николай крестик мужской нательный обычный и вот такой это обломок креста так называемый в простонародье пропеллер хороший крестик меня таких нету ну и они у нас сегодня туристы оставались ночевой здесь и не знаю останутся нет вот так вот так у юрца юрец я там чё с хабром у нас есть сегодня хабр говорит что есть юрца есть хабр у юрца есть хабр сейчас мы посмотрим что оба на сколько у него тут хабр сегодня вот такая вот у него конинка интересная классная конинка так пуговка бодренькая такая пуговка орлянка неплохом состоянии вообще даже даже сказать хорошим вот еще одна конина так вот этот хрен пойми что такое возможно ее раскручили на железной дороге и железная дорога вот проходит так пятачок 1930 гурт от монеты и царская монета убитая хлам копеечка николаевского формата говорит под камнем до пуговка у него зачет вот такая вот гиря был лямпа наверное похоже на гирьку а может а плавыш не то нас вот такая вещица ладно так осталось у нас алексей к машине подойдем покажу его находки да и свои тоже выложу хоть у меня сегодня не густо но зато у меня сегодня царики и у одного большая монета в других больших монет нет ладно двигаемся к машине юрка здесь еще есть немножко хаббар вот такое древнегреческое колесо почти можно ездить на нем и вот на запаску возьму в заднюю как джип и вот такой примус так называемая керосинка смотрите какая практически целых хоть бери и прямо сейчас вот вот колесик вот который мы маленькие колесики находим вот здесь здорово такая это наверно на себя должна выдвигаться здесь вот такое здоровое пламя такой факел горит вот такая керосиночка тоже между прочим может кто не видел но я естественно первый раз вижу такую здоровую керосинку и у нас там еще латунь медь так костян там делают видео обзор по находкам сейчас и мы сделаем так алексея находки у нас вот такого рода у него фишер 75 хороший прибор результаты есть потому что парень копает всего-навсего 2 3 1 ну и находки радует конечно сколько я знаю людей первые разы у них неудачи но в данном случае у нас вот такая деньга зачетная будет помыто неплохом состоянии еще одна деньга 1746 года и вот такая вот красавица это у нас елизавета судя по всему это наверное копеечка копеечка 1761 года зелень конечно вот это вот на рост нужно убирать потому что некрасивая патина а так а так неплохая монета удачно я считаю он сходил все смотри буду заканчивать сегодняшний коп именно на обзоре своих находок у меня их сегодня не очень много но радует то что у меня находки по крайней мере в основном на империи по находкам у меня получилось вот как вот так вот у меня получилось так начнем с большой монеты радует то что у меня каждый коп большая монета это павел 1 1790 90 я даже не знаю 92 по моему затем деньга 1746 года затерты конечно но пойдет копеечка николаевского формата ушатанная за том полушечка у нас 1750 какого-то года непонятно тоже затерток к сожалению но интересно то что орел у нас ведь и не по центру а имеется дефект штамповки то есть это неплохо а наоборот даже хорошо потому что это редко когда увидишь затем копеечка будет хороший сохран 1924 года два крестика мужских тоже неплохом состоянии такое колечко я не знаю очень маленькая не знаю то ли барышня была стройненькая худенькая пальчики тонкие и вот такая вот советина 3 копеечки солнышко в принципе еще высоко но нам ехать далеко так что выдвигаемся пораньше ребята остаются снова снова остаются с ночевкой флаг им в руки конечно ну конечно ударно они проводят время уже вторую ночь подряд они остаются здесь здесь холодно клещи комары болен ну короче жуть ну все всем удачи на копе побольше хабра подписывайтесь на канал кто не подписался и комментируйте обязательно пальцы вверх вниз кому как угодно все пока мой ребята все всем пока ребята остаются дальше совсем на голову ушибленные нет я вот еще не могу вот так вот на несколько дней бросать семью уезжать ночевать хрен знает где не знаю что произойдет в глуши зверья полно холодно комары клещи ладно понимаю летом еще можно но сейчас черновато уходить такие походы а